Пешеходные переходы – участки, которые, по сути, должны обеспечивать горожанам безопасное пересечение проезжей части. Но в последнее время это не так. Автолюбители не останавливают ни знаки, ни как в данном случае на проспекте строителей яркая разметка. В прошлом году на этом переходе сбили ребенка. Стой, 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 девочка! К счастью, девочка серьезно не пострадала. Для того, чтобы обезопасить переход, зебру сделали как можно заметней. Но это не помогло. Несколько дней назад история повторилась с 18-летней девушкой, для которой шаги по этому переходу стали последними в жизни. Сотрудники ГИБДД пытаются пресечь нарушения, но получается не всегда. Невозможно следить за каждой зеброй. Водители либо куда-то спешат, либо относятся к пешеходам по-хамски, забывая, что управляют средством повышенной опасности. Если брать причины ДТП с несовершеннолетними, то, как правило, первый ряд останавливается, водители, а второй ряд, они не видят детей и продолжают движение, таким образом их сбивают. Также здесь достаточно оживленная трасса, она выходит на улицу Куконковых, а это, соответственно, выезд из города. То есть автомобилей очень много. Многие водители, во-первых, со второго ряда не останавливаются, многие здесь нарушители ездят с достаточно высокой скоростью. Причина водительского хамства наглядно видна буквально через 100 метров от злополучного перехода. Здесь, между установками общественного транспорта, пешеходы перебегают дорогу, игнорируя и автолюбителей, и даже сотрудников ГИБДД. Знаете ли о том, где нужно переходить? Знаю. Как нужно переходить? Вон там. А еще есть пешеходный переход в районе 50-й школы. А я не знаю, где она на улице. Ну вот, с зеленой каемочкой знак пешеходный переход, где машины останавливаются, ну, в районе 150 метров отсюда. Я на зеленый сет переходила, меня машина сшибла. О чем вы говорите? Может, стоит пойти навстречу людям и установить переход в непосредственной близости от остановок? Автоэксперты из Федерации автовладельцев России не видят в излишке переходов проблемы. Когда речь идет о безопасности пешеходов, лучше перестраховаться. Когда пешеходные переходы убираются, это не значит, что решается проблема, да? Просто идет перекладывание ответственности. Наоборот, вот все вот эти вот козьи тропок, которые существуют, да, они должны быть оборудованы пешеходными переходами. Вот, например, возьмем улицу Ушакова, да, 3-я и улицу Шошина. На улице Шошина в нарушении ГОСТов, а мы знаем, что по ГОСТу пешеходные переходы должны быть не чаще, там, чем через 200 метров, установлено 5 пешеходных переходов, но они все нужны, они все работают. Все эти пешеходные переходы нужны, установлены они с нарушением, но благодаря тому, что они есть, там и пешеходы, и водители предупреждены о том, что могут встретиться на дороге. Однако, ссылаясь на строгий ГОСТ, Управление благоустройства лишь сокращает число переходов, напрасно надеясь на сознательность граждан. Но даже если зебра обозначена и разметкой, и знаками, она может быть опасна. Красочный пример на проспекте текстильщиков. У самого края проезжей части перед пешеходным переходом стоит киоск. Вот она, западня для пешехода. Знак висит на ларьке, и пешеход, выходящий из-за ларька, не видим очень долгое время водителя. То есть, фактически, водитель его видит в самый последний момент. Нам кажется, что это тоже нарушение, и что пешеходный переход данный должен быть как-то обустроен по-другому. То есть, либо перенесен дальше, либо ларек должен быть убран. Но водитель должен видеть пешехода, который подходит к пешеходным переходам, чтобы успеть сориентироваться. Еще пару лет назад ивановские фаровцы предлагали как-то обозначить этот переход. Либо специальным светофором, либо дополнительно подсветить фонарем. Ну или, по крайней мере, убрать киоск от дороги. Но чиновники к голосу общественников так и не прислушались. Очевидно, дожидаясь, когда грянет тот самый гром. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.